добрый вечер друзья у нас весь день нет света с 11 то что ли я собирался после обеда вытягивать индоутят с уткой но так как света нету то в сарае там темно включать из 10 утят 12 генератор мы не думаю пусть посидят с уткой под уткой там в незде а эти посидели здесь у нас на улице очень тепло сейчас где-то 15 или 16 градусов но света нету перепелятки в брудере нормально себя чувствует я еще приду же сюда управляться хоть и темнота на этом дворе света нету а так включили генератор там где дом то есть сарай теперь есть свет и лампу красную включена у маленьких ну там где сейчас пересажу маленьких так что сейчас забираю утяточек и несу туда будем высаживать сейчас уже 7 наверно уже 7 7 часов ну и думаю до 12 там лампа погорит а потом а потом это так 4 а потом я думаю они усядутся под мамку и можно будет выключить и возможно потом включат свет поэтому это 12 может генератор поработает у нас 6 7 8 9 вот так все а тут надо прийти свет лампу ну не лампа вот так телефоном им хотя бы посвятить час полчасика пока буду там управляться с фонариком чтобы малышня поела большие перепелки ничего страшного до утра посидят начнет светать поедят попьют а малышне нужно бы поесть послежу как там будет что с температурой дождя сейчас нету если будет холодно соберу их ящик заберу домой а утром назад принесу но я думаю раз сейчас прям 17 градусов тепло поменяем просто пеленку ну и пусть сидят они в кучку соберутся ну главное что никаких сквозняков будут друг друга греть им уже двенадцатые сутки и тринадцатые почти так что они уже вот такие прям хорошенькие все пошли к утке света нету потому что сумасшедший прям очень очень сильный ветер мы ехали ну вот ехали по асфальту так деревья повалены ну вот сухостой очень много поэтому я думаю что света нету из-за того что где-то ну как бы проводами то есть ну вот деревьями перерывала провода ну я думаю что так когда когда появится неясно ну все а ну иди сюда вот все просто очень ой очень хочу ее похвалить потому что она сделала двенадцать из двенадцати просто умняшечка все ловлю утку и идем хоть такой молодец идем туда сарай а вот это белые селезни это ж вот эти молодые вот их сколько смотрите это прямо одни хлопцы это ее ее вот эти детки которых она водила очень долго прям прям несколько месяцев а потом а потом их я вам рассказывал что вот эти две мои утки они клюют перышки и когда у малыш не начала расти перо то она начала его выклевать я ее выкинул а так бы она еще водила и после того как я выкинул она села на яйцо ну и вот вывела себе еще один выводок молодец а селезни реально крупненькие потом потом я вам говорил что обязательно взвесим узнаем какой у них вес то гудит бензогенератор ну чтоб вы понимали а то тут было было тьма сейчас они вот сюда вот так у . молодец вот так давай давай мамуль давай оп все водичка у них стоит я что-то думал что у тебя-то будут чуть пораньше но пораньше не получилось думаю от того что на раз что было очень холодно и вот поэтому больше чем на сутки растянулся растянулся вывод 2 ой 3 красная лампа горит я думаю они сейчас она сама сейчас покушает попьет и это и они под нее попрячутся вот так и можно будет на ночь выключить ну как бы выключим свет а там уже посмотрим может среди ночи свет включится и лампа у них загорится вот так у утки когда идет вывод он идет вот сколько бы он не шел там сутки двое когда начали пищать утята в яйце утка больше не встает из гнезда и сидит вот получается что почти больше ну примерно двое суток но единственное это она выскакивала с гнезда на секунду это когда я проверял потому что такая пугливая мамулька вот так а так умница умница толстушка все надо их надо их как-то туда подвести чем-то давай давай туда об сильно сильно близко кинул а ну давай туда оп на пушечек не переживайте мягко они пушистые ничего не будет и можно чучку воду поближе те которые вывели вчера уже конечно более шустренькие у . хочет воды вот идет идет или кушать голодненькая сидела да вот умничка мы сегодня за кормом не ездили поэтому насыпал то что есть ну тот бройлерный комбикорм который есть на этом дворе рост ростовой но обязательно завтра воскресенье не знаю работают они или нет а послезавтра точно привезу ну и будут кушать все а так сейчас дверь закрою никаких не сквозняков ничего не будет но она видите она попискивает поюли сейчас она их всех соберет под себя в кучку вот так засиделась засиделась мамулечка да собирается сейчас малышня можно лампу пониже ой пониже опустить тогда воду нужно чуть отодвинуть все вот так чтобы ближе к ним расстояние от пола у меня часто спрашивают какое расстояние вот это но придерживать понятия не имею как бы такое расстояние чтобы птица не навредила лампе вот так ну как бы тут сейчас получается около 40 сантиметров от пола но и подстилка сухо лампа сейчас закрою сарай закрою ну я не могу сказать что тут прям будет 30 там или сколько но в радиусе вот освещение лампы будет прям тепло так что хорошо она сейчас освоится и подойдет к ним или позовет их видите как она подпискивает ну и все остается только сыпать корм наливать водички как хочет крылышки размять а не когда сейчас еще они любят сейчас начнут еще купаться перышки чистить до мамулечка да такое прям красное видео до подруг подробно не скажет ну а как подробно вот все красавчики и индюки короче нужно сейчас им водички поналивать индюшка сегодня как я и говорил снесла снесла еще одно яйцо вот тут уже три это получается что они одна и та же индюшка несется через день и уже получается 4 яйца первое я домой забрал эти нужно забрать тут они не нужны на вкус на вкус мне написали ну я считаю что такую индюшина с куриным примерно одинаковая а мне написали что у индюшиного этот желток нежнее знаете нужно просто пожарить куриное с индюшином и вот именно одновременно для сравнения попробовать чтобы знать какой вес то есть какой вкус у какого яйца и есть ли разница короче не ясно все ну я думаю что все будет нормально но на том дворе живой пойду управляться в темноте с фонариком покидаю уже не чистить ничего не буду нужно сейчас этим обормочком воды воды налить и кушать насыпать да буквально буквально недавно эти были так были такие же да пошелся эти просто бегемоты бегемоты друзья всем большое спасибо за просмотр ну и всем пока пока сейчас по наливаю сейчас и по насыпаю ждут